Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Великий пост предваряется прощенным воскресением. Владыка, как проходит чин прощения в храмах? Для того, чтобы узнать, как проходит чин прощения в храмах, нужно в храм на этот чин прийти. Последнее воскресенье перед Великим постом, вечером как раз совершается такая торжественная вечерня, после которой совершается этот древний трогательный и умилительный чин прощения, когда священник выходит, говорит краткую проповедь, испрашивает прощения у своих прихожан, у всех, кто находится в храме, и потом люди подходят к священнику, если их несколько, то к нескольким священникам, также с просьбой о прощении, испрашивая прощения у других и прощая всем тем, кто испрашивает прощения у тебя. Чин этот древний, и спрашивание прощения перед Великим постом имеет основание в Евангелии. Если ты собираешься принести дар твой к жертвеннику и пришел, и вспомнил, что кто-то имеет на тебя некую скорбь, положи дар свой у жертвенника, пойди примирись прежде с человеком, которого ты обидел и который тебя обидел, и только потом, возвратясь, принеси твой дар. Пост – это дар Богу. Мы приносим Богу некую жертву, утесняя самих себя в своих потребностях, в своих каких-то желаниях, привычках, ради нашего спасения и ради приобретения благодати Святаго Духа. Поэтому, прежде чем приступить к этому поприщу поста, необходимо испросить прощения и получить прощение от всех, кого мы так или иначе, делом или словом, обидели, оскорбили. И само это правило носит евангельский характер. Вообще, есть еще более строгое евангельское правило – солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть, если вы имеете какие-то неприятные, гневные мысли, чувства на того или иного человека, то вы должны примириться с ним прежде захода солнца. То есть, не оставлять на следующий день этого. То есть, сегодня, если мы поругались, или обиделись, или позавидовали, вот нужно сегодня же загладить это. Это не только императив, относящийся ко времени Великого Поста. Это то, чем должен руководствоваться христианин каждый день в своей жизни. Всегда. Но так сложилось, что чин прощения для нас, для христиан, более всего знаком в этот предпостовой воскресный день. Я уже сказал, что чин – это древний. Он получил свое название в благоустроенных египетских и палестинских монастырях. Вот, если мы знаем, слышали жизнеописательные преподобные Марии Египетской, то там этот чин достаточно подробно описывается. Монахи на время Великого Поста из монастыря расходились в пустыню. Они брали с собой какое-то небольшое количество еды, которое, по их рассуждениям, было достаточно, и кто куда уходил в глубокую пустыню и там проводил эти дни поста, ну, так, как ему подсказывала его совесть. В подвигах, в молитве, в воздержании. И незадолго до Пасхи они собирались обратно в монастырь для того, чтобы вместе встретить светлое Христово воскресенье. В пустыне и сегодня опасная вещь. Я думаю, что городской житель, когда попадет в нее, будет чувствовать себя очень неуютно, особенно если это будет пребывание длиться 40 дней или больше, вот, с минимальным запасом пищи. А тем более в то время, когда, помимо всего прочего, оно не было средств навигации, в пустыне можно было заблудиться и там остаться навсегда. Когда в пустынях жили дикие звери, такие, как львы, например, мы знаем об этом из истории, из жизнеописаний различных, можно быть съеденным хищниками, гиены, шакалы и прочее. Все это, конечно же, никто из расходившихся из монастыря в пустыню отцов не знал, вернется ли он обратно. И поэтому, прощаясь друг с другом, братья обязательно и спрашивали прощение, как перед смертью, как перед своим концом. Вот, они пели пасхальные песнопения, вот, без заключительного песнопения «Христос воскресе», вот, пели пасхальные стихиры и расходились в пустыню. Кто-то из престарелых братьев оставался один или два человека в монастыре, вот, как бы, совершать богослужение и охранять его, но и ждали, когда вернутся остальные. Вот этот чин прощения, он прижился, вышел, как бы, так сказать, из монастырских стен и прижился, в том числе, в приходских храмах во всем православном мире. И сегодня он совершается практически так же, как совершался полторы тысячи лет тому назад. Кстати, вот, прощенное воскресенье совпадает с последним днем масленичных гуляний, разгульных масленичных гуляний. Вот как к этому относится церковь? Церковь относится к масленичным гуляниям спокойно, если это не принимает каких-то, ну, совсем уж таких форм разгульных. Да? Вот. Масленица – это время такое перед постом, оно достаточно веселое, оно так, так, люди ходят друг к другу в гости. Ну, конечно, когда это все превращается в какой-то праздник обжорства и в всякие сжигания чучела и все прочее, это, конечно, неправильно. Как раз прощенное воскресенье. Это неправильно, да, потому что, тем более, что это на самом деле не столько народная выча, сколько уже поздние уже наши такие позднесоветские и постсоветские реконструкции. Скажем, еще 150 лет тому назад никаких чучел никто повсеместно не сжигал. Это уже, так сказать, такая новая, в кавычках, традиция, которая ничуть не лучше какого-нибудь Хэллоуина, вот, и которую пытаются выдать за некие национальные русские традиции. Это, конечно, плохо, и церковь к этому относится отрицательно. Но, тем не менее, Маслица – это вот вся масочная неделя, она действительно даст, она, во-первых, отменяется пост в среду и пятницу, ну и, конечно же, приветствуется вот такое правильное христианское препровождение. Кроме того, мало кто об этом знает, но на этой неделе в храмах уже звучит молитва преподобного Ефрема Сирина, которая звучит Великим Постом, в среду и пятницу богослужение на вот этой масочной неделе, оно практически Великопостное. А как правильно просить прощения? И как правильно отвечать? Вы знаете, здесь правил-то нет никаких как просить прощения, ну как, как объясняться в любви. Есть правила, что надо говорить при этом? Нет, наверное. Вот. Так и здесь, прости меня, или простите меня. Ну, есть такая традиция, что Бог простит, и я прощаю, меня простите. Вот. Но это такой уже скорее некий устоявшийся такой, некий такой чин, который хорош, но совершенно необязателен. Да, можно говорить своими словами то, что есть на сердце. Бывает ведь, когда действительно мирятся, просят прощения люди, которые очень в сложных отношениях находятся, ни год, ни два, вот, и там уж как сердце подскажет. Почему так важно научиться прощать и просить прощения? Ну, потому что это основа христианской жизни. Человек, который не может, не умеет прощать, он не может быть христианином. Да я скажу больше, он человеком-то не может быть, потому что умение прощать и просить прощения это на самом деле такое основное человеческое качество, я бы сказал, базовое, на котором только и могут строить соотношения людей между собой. Представьте себе, что если бы вокруг нас ходили бы люди, которые не прощают и не считают себя в чем-то виноватыми, мы бы просто сбежали бы из такого общества, потому что в нем невозможно будет жить уже через пару месяцев. Вот, поэтому, я думаю, это очень важное качество, его нужно стараться приобретать, и церковь помогает нам в этом. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Исправительная колония номер два города Новоульяновска. 4 марта здесь торжественно встречали святыни, иконы с частицами мощей симбирских святых. Храм в честь Архангела Божия Михаила в этот день впервые посетил митрополит симбирский и новоспадский Лонгин. С сегодняшнего дня эта святыня симбирской земли будет находиться здесь, для того, чтобы верующие люди могли приходить, молиться святым угодникам Божьим, просить помощи у них, молитвенной помощи и поддержки в перенесении того, что им предстоит перенести в своей жизни. В Михаилоархангельском храме владыка совершил божественную литургию. Руководство исправительного учреждения отмечает, что осужденные, согласно правилам внутреннего распорядка дня, имеют возможность посещать храм, находящийся на территории колонии. Всего на данный момент приходит помолиться около ста человек. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний считают, что молитва в храме является важным этапом на пути к исправлению и последующей адаптации в обществе. Отдельную благодарность они выражают председателю епархиального отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Партеерею Святославу Яренкову. Это вообще впервые в Ульяновской области Владыка посещает наше учреждение и данное посещение мы приурочили с передачей святых мощей наших святых Ульяновской области. Мы используем все формы и методы воспитательной работы. Одна из форм воспитательной работы это как бы сказать приобщение к святому. Мы приобщаем к этому и родственников и близких, то есть как бы сказать опять же проходим воспитание через семью, через церковь. По окончании богослужения храму в честь архистратига Михаила были переданы иконы с частицами святых мощей преподобно-исповедника Гавриила Меликесского и блаженного Андрея Симбирского. Благодарю за то, что вы пришли сюда, собрались, что мы побыли на службе. Я понимаю, что не всегда не все просто в вашем положении, в котором вы находитесь. И я хотел бы от всей души пожелать вам, чтобы Господь слышал бы вашей молитвы, чтобы, как мы сегодня молились за божественную литургию, чтобы Господь как можно быстрее вывел бы вас из этого места на свободу, туда, где вас, большинство из вас идут близкие, и туда, где можно начать жить сначала, оставив за порогом вот этого учреждения все недоброе, что было когда-то в вашей жизни. По окончании богослужения митрополит Лонген выручил архиерейскую грамоту и благодарственное письмо за духовно-нравственное просвещение личного состава УФСИН России по Ульяновской области и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Сергей Николаев, Владислав Симбирская митрополия Воскресный солнечный день. По окончании богослужения прихожане не спешат сразу уходить домой. Сегодня, накануне недели перед Великим постом, называемый сырный или мясопустный, на приходе кафедрального спаса Вознесенского собора был организован детский праздник. Сегодня у нас состоялся зимний праздник. Мы к нему начали готовиться заранее. У нас несколько есть здесь площадок действуют, конкурсы, танцы. также здесь сейчас задействована православная молодежь в качестве добровольцев. Казаки выступают с рубкой. Отдельную программу приготовили тренеры и воспитанники спортивного клуба «Муромец», действующего при Спасово-Знесенском соборе. Наши ребят, спортсмены, приготовили показательные бои, показательные выступления по рукопашному бою. Вышли на снег, побились, красиво отработали. Также произвели демонстрацию приемов основных самбо, рукопашного боя. Погода нам сегодня сделала подарок. Это солнце, легкий-легкий морозец. Погода более чем комфортная. Судя по улыбкам, вижу, что родители довольны, не имеют в чем дети. Я считаю, все на высшем уровне и все как-то очень замечательно получается. В рамках праздничной программы были организованы подвижные игры и танцы для детей, катание с горки, прогулки верхом на пони и спортивные состязания. Симбирские казаки показали свое умение владеть шашкой. Все желающие смогли угоститься блинами и горячим чаем. Блославные добровольцы помогали встречать гостей и организовывали помощь на различных этапах праздничной программы. Гости и участники мероприятий выразили свою благодарность организаторам и пожеланиям, чтобы проведение детского праздника стало доброй ежегодной традицией. Жадовский мужской монастырь находится среди лесистых холмов Барышского района на самом краю Ульяновской области, недалеко от рабочего поселка Жадовка. Отсюда и пошло название. Подъезжая со стороны Барыша, обитель раскрывается как на ладони. Осенью она особенно хороша, окутана золотистой листвой деревьев. Нас встретил отец Никодим. Знакомство с монастырем началось с исторического и святого места, целебного родника, где три с половиной века назад была обретена главная святыня земли Симбирской, чудотворная жадовская казанская икона Божией Матери. По преданию, которое дошло до нас, она явилась крестьянину Тихону, который на тот момент около шести лет болел. У него не двигались ни руки, ни ноги. Как христианин он нес этот крест болезни с терпением, молился, просил помощи Божией. И как-то вот в молитве, после молитвы усердной, ему явилась благообразная девица в сонном видении и сказала Тихон, иди на Зажадовке, на источнике в лесу, на поляне обретешь икону Матери Божией и по ее молитвам Господь тебя исцелит. Ну, он как христианин не придал значения этому сну, потому что с нам доверять нельзя, это все христиане знают. Но девица явилась к нему и на следующую ночь. Как подтверждение, что это сила Божия, Тихон утром самостоятельно встал и смог ходить. Он сразу же помолившись пошел искать икону. Однако святой образ Тихон увидел лишь на второй день. Под конец дня он уже где-то вот в этом месте на роднике, здесь был кругом лес, тогда не было ни этой деревни, тем более ни монастыря, ничего здесь не было, здесь было совершенно такое девственное место лесное. Он увидел вытекающий источник и пришлось ему потрудиться, потому что место было топкое, не мог подойти, ему пришлось настерить гадь из веток, и вот подойдя уже к роднику, он увидел икону. Икона была оставлена у источника, на рядом стоящем дереве сделали вырубку и в нее поместили святой образ. Об исцелении Тихона стало известно и в окрестностях, и люди пошли к новоявленной святыне. Верующие молились и по вере своей получали исцеление от душевных и телесных недугов. Чуть позже по инициативе помещика Обухова, кому принадлежала эта земля и по благословлению священоначалии, на данном месте была построена часовня. После этого помещик стал хлопотать, чтобы здесь был открыт монастырь. Он отвел в дар будущей пустыни весь этот участок земли. Первым насильником монастыря и основателем строителем стал игумен Михаил из Созранского Вознесенского монастыря. Постепенно стал собираться братья. Монастырь вел уединенный образ жизни, но паломники приходили сюда всегда, чтобы приложиться к святому образу Богородицы и спить и умыться в источнике. Сейчас мы стоим на дороге, по которой паломники в принципе ходили на протяжении 300 лет в монастырь, приходили к Божьей Матери помолиться. Для нас такой артефакт, который нас объединяет с теми поколениями верующих, которые и монахов, которые здесь жили, трудились, молились. Эта историческая дорога была восстановлена лет 13 назад. Раньше она вся была обсажена соснами. Сейчас от аллеи осталось всего 7 сосен. Первый храм на месте будущего монастыря появился за три года до открытия обители. В 1711 году тот же помещик Обухов заложил здесь храм во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Он был освящен в 1714 году. Этот год принято считать годом основания обители. Туда перенесли обретенный образ названный Жадовской Казанской иконой Божьей Матери. Но спустя чуть меньше 20 лет обитель была упразднена, а потом закрыли и сам храм. Только через век в пустыне вновь начались регулярные богослужения и стало возрождаться монашеское житие. С 1847 года, когда приблизилась Холера, регулярно стали совершаться крестные ходы с чудотворной иконой в Симбирск и другие места губернии. От исторических зданий монастыря у нас осталось два здания. Вот эти два корпуса, которым вот этому где-то 180 лет, этому около 200 лет. Эти корпуса были построены в 19 веке, уже когда монастырь был возрожден после первого закрытия. В 1920-х годах при советской власти у монастыря были изъяты ценности, экспроприированные постройки земля. На святом и намоленном месте расположилась школа колхозной молодежи. Весной 1930-го года были арестованы последние насельники обители во главе с архимандридом Калистом. Спустя еще почти 40 лет был разрушен Казанский храм. По воспоминаниям очевидцев, святыню буквально разрывали при помощи тракторов, а потом сгрудили за пределами монастыря. До сих пор гора кирпичей, покрытая слоем земли, возвышается над дорогой. На нем стоит часовинка, где в последние годы круглосуточно братья монастыря, поочередно сменяя друг друга, читают псалтырь в память о тех, кто служил здесь ранее. В 90-е годы прошлого столетия монастырь находился в печальном состоянии. Все три монастырских храма были утрачены. Частично сохранились трехметровые монастырские стены, сарка въезда и три разваливающиеся башни. Но свершилось чудо. Как говорят свидетели, в 90-х годах на одном из сохранившихся зданий были явлены три иконы. Эти образа были не рукотворены. Они как явились, так и исчезли. В ночное время они светились. Потому что я разговаривал, свидетели были, которые говорят, ребята, мы из дискотеки шли, там что-то происходит, мы приходили, видели, иконы светились. Здесь даже пытались отключать электричество, потому что думали, что это кто-то какие-то слайды показывает. После этого случая стали поступать во вновь возрожденную епархию просьбы о возрождении монастыря. Осенью 1994 года святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Священный Синод Русской Православной Церкви дали свое благословление на возрождение Жадовского Богородицы Казанского мужского монастыря. И в 97-м году здесь уже был назначен первый наместник нашего монастыря. Как раз о братьям особо надо сказать. Это был схи-игумен Агафангел. Тогда он был иеромонах, еще молодой священник. Достаточно молодой, 30 с небольшим было. Он служил в городе Барышев, вторым священником. Вот здесь он уже почил в 17-м году. Здесь он за собором похоронен. Ступив на монастырскую землю, иеромонах Агафангел увидел развалины. Два старых корпуса без окон и дверей и три полуразрушенные башни. Но молодой священнослужитель не испугался трудностей и потихоньку вместе с пришедшей братьей начал возрождать монастырь. Вначале построили деревянный храм. В нем начались периодические богослужения. В 2009 году было завершено строительство нового Казанского собора. Входя в храм мы сразу встречают нас архангелы, архистратик Божий Михаил и Гавриил и ангелы хранители. Вот на один ангел в неду в дом то я поклонюсь как храму святому то ему рукописание, а второе с миром изыду из храма. В левом пределе храма под Синей хранится главная святыня монастыря икона Казанской Божьей Матери. Можно сказать это чудо, что икона сейчас находится там, где была обретена более 300 лет назад. В советское время она пропала и казалась безвозвратна. Тайна ее нахождения была раскрыта лишь в самом конце прошлого столетия. Оказалось, что за несколько дней перед закрытием Жадовской пустыни архимандрит Калист отдал это бесценное сокровище на хранение местному врачу Архарову. Но в 1937 году врача арестовали и икона была передана тещей по его просьбе бухгалтеру Ираклеонову, когда-то окончившему духовную семинарию. Только в конце 70-х годов 80-летний тайнохранитель иконы решился передать ее настоятелю Николаевского храма в селе Оськино Иерею Николаю Шитову. Отец Николай завещал вернуть чудотворную икону в родной монастырь, если обитель возродится. Что и было сделано батюшкой, сберегавшим образ царицы небесной Жадовской пустыни завершили роспись. В главном пределе вся роспись посвящена Пресвятой Богородице. Над иконостасом изображено важное событие для церкви покров Пресвятой Богородице с предстоящими. Показано чудо, которое произошло во Влахернском храме Константинополя. С правой стороны от иконостаса мы видим Вселенскую церковь, Матерь Божия и предстоящих перед ними христиан. С левой стороны перед Матерью Божией молятся русские святые. В куполе по традиции над четырьмя столпами четыре евангелиста Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Богослов. Выше пророки, такие как Соломон и Давид. Еще выше праотцы, пророк Божий Ной, прадец Авраам и другие. Под самым куполом на нас смотрят архангелы и серафимы. И в самом центре находится крест Господень, который освещает все. Иконостас и самурус, то есть у нас делали все мастера Палиха. Это древнее русское село, в котором на протяжении уже столетий люди одаренные и они занимаются иконописью. Занимались в советское время, там были какие-то скатулки писали, но на самом деле это древнее село иконописцев. На иконостасе изображены симбирские святые, блаженный Андрей Симбирский Чудотворец, небесный покровитель Симбирска и преподобный Гавриил Меликеский. В свое время Гавриил Меликеский был послушником Жадовского монастыря на протяжении трех лет, пока его не забрали в армию. Вернуться в монастырь он не смог, обитель к тому моменту закрыли. Малый предел это предел в честь святителя Тихона Мафунского, и здесь он уже такой расписанный иконописцами именно как монашеский такой предел. Прямо над входом в пределы распятый образ монашеских обетов. Как апостол Павел говорит, что распять свою плоть со страстьми и похотьми, вот что на кресте как раз крест является послушание, чистота, нищета, да? То есть это три монашеские обета. Послушание, нестижание и целомудрие. За пределами собора прямо за алтарем находится монастырский погост. Первое захоронение принадлежит монахине Наталье Шитовой, жене отца Николая Шитова, архимандрида Андриана, которые в своей семье больше 20 лет сохраняли икону Казанской Божьей Матери. Рядом могила Схиегумена Агафангела, первого наместника монастыря в новейшей истории. Здесь есть и могила братьев, почивших еще до закрытия монастыря. Их имена неизвестны. Во время строительства Казанского собора все найденные останки были бережно собраны и захоронены под один крест. Пока мы обходили монастырь с отцом Никодимом, на долю которого выпало еще послушание экскурсовода, другие монахи были заняты повседневными трудами. Если вы думаете, что жизнь монаха легка и беззаботна, то ошибаетесь. Конечно, вся жизнь обители сосредотачивается вокруг храма и молитвы. В монастыре ежесуточно проходят до трех богослужений. Общее время молитвы может достигать восьми часов. Все остальное время монахи трудятся, не покладая рук. Кто за огородом присматривает, пашет, кто за больными ухаживает. Как в любом хозяйстве, в монастыре дела есть для всех, и рук всегда не хватает. Также здесь у нас тоже историческое остатки здания восстановили. Здесь у нас котельная, мастерская, столярная мастерская, здесь же у нас свечная, уголь делаем для храма, для нужд храма. Рядом скотный двор. Нам удалось увидеть только кор, овцы и коровы в это время на пастбище. Из молока братья сами делают творог, сметану и сыр. Излишки продают или отдают нуждающимся. Часто своей продукцией монастырь балует ребятишек из детских домов и детских садов. Делятся натуральными продуктами и со стариками, инвалидами из домов престарелых и богоделин. На время нашего визита монастырский огород уже в основном пустовал. Урожай почти собрали. Здесь же рядом стояли ульи и пчел. Их подготовили к зиме. В монастырском пруду насельники разводят рыбу, щуку, карпа, тастолобика и белого амура. Вся она идет на стол братья. Мясо в обители не едят. Да и рыба бывает только в непостные дни и по праздникам. Местным ловить рыбу в Большом пруду запрещают. Но чтобы народ не роптал, монахи обустроили маленький прудик за скотным двором, запустили в него карася и дали зеленый свет всем, кто хочет отдохнуть с удочкой. Говорят, Клев здесь сумасшедший. Такое ощущение, что земля и вода дают плоды только от одного прикосновения братьев, а воздух наполнен святостью. Точно так же живут и многие другие большие и малые монастыри. Субтитры создавал DimaTorzok